Это кадры из Подольска, там крупный пожар. Кроме того, сегодня в выпуске. Погиб школьник, пытаясь уйти от полицейской погони. Трое детей умерли после ужина пельменями. Время новостей на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. Блин, горит бензовоз, заправка горит на журавской. Поехали, поехали. Мощный пожар в Ставропольском крае на автозаправке. АЗС загорелась ночью в Новоселийском районе. Громкие взрывы и огромные всполохи пламени видели местные жители. По информации ШОТ, на автозаправке в районе поворота к селу Журавска изначально вспыхнул бензовоз. После этого огонь перекинулся на машины, а потом и на здание самой заправки. В результате пострадали два человека. Они госпитализированы с ожогами средней тяжести. Пожар удалось локализовать. В Подмосковном Подольске крупный пожар. Загорелись торговые ряды у железнодорожной станции. Огонь охватил площадь около 800 квадратных метров. По словам очевидцев, пожар вспыхнул после взрыва газового баллона в одном из ларьков. На место происшествия выехали экстренные службы. Открытое горение удалось локализовать. ЧП на автотрассе в Татарстане. Полицейские преследовали подростка на квадроцикле и сбили. Гаишники заметили 13-летнего мальчика на заправке, где он заливал бензин в свой квадроцикл без номеров. Подросток попытался уехать от двух сотрудников мотобата. Что случилось дальше, непонятно. То ли ребенок не справился с управлением, то ли полицейский пошел на маневр и решил притереть парня к обочине. Погибшим оказался сын крупного бизнесмена в Татарстане. Его имя не называется. И еще одно ЧП с детьми в России. Трое детей умерли в Красноярском крае из-за отравления полуфабрикатами. Еще один ребенок и родители в тяжелом состоянии. Судя по всему, виной некачественная курятина или пельмени из местного магазина. Накануне утром все члены семьи, в том числе четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет, почувствовали симптомы отравления и обратились в больницу. СК возбудил уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели людей. В Москве во вторую годовщину мобилизации жены мобилизованных провели акцию возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной. В ней приняли участие около 20 человек. Они требовали провести демобилизацию и встретиться с министром обороны Белоусовым. Никто из чиновников к ним не вышел, поэтому родственницы мобилизованных заявили, что останутся у здания министерства ночевать. После этого их стали задерживать. А вот как это было в самом автозаке. Позже их отпустили из отдела полиции. Одна из участниц акции сообщила, что после задержания ее доставили в ОВД Якиманка. Сейчас все женщины на свободе. Однако их попросили явиться в отдел полиции 24 сентября для составления протокола по митинговой статье. Десятки фигурантов дела о стрельбе в Вайлдбере спросят отправить их на фронт. Об этом Ленте Ру рассказал источник, знакомый с ходом дела. По словам собеседника издания, все 26 арестованных хотят подписать контракт с Минобороны и отправиться на войну в Украину. В минувшую среду Госдума в первом чтении приняла проект закона, который освобождает подсудимых за участие в так называемой СВО. И здесь важное объявление. Мы сделали бот обратной связи с редакцией канала. Если вы стали очевидцем или участником событий, о которых вы хотели бы рассказать, присылайте нам фото, видео и другие материалы. Мы все смотрим и все читаем. QR-код в углу экрана или в описании к этому видео. Этой ночью Харьков подвергся масштабной атаке. В результате российского удара управляемыми авиабомбами в Шевченковском районе города разрушены 16- и 9-этажные дома. Еще семь домов получили значительные повреждения. Не обошлось без пострадавших. Ранение получил 21 человек, среди них двое подростков и 8-летняя девочка. Из-за взрыва боеприпаса у подъезда дома эвакуировали 68 человек. Выбито более 1200 окон, повреждено более 20 машин. Это данные главы обл. администрации Олега Сенегубова. Он назвал ночную атаку, цитата, «настоящим терроризмом против мирного населения». Всего минувшей ночью российская армия выпустила по украинской территории 80 шахедов и две авиаракеты. Силам ПВО удалось сбить 71 беспилотник. Это данные украинского командования. Минобороны России, в свою очередь, отчиталось о 15 уничтоженных дронах. Шесть над Азовским морем, четыре над Ростовской, два над Курской, по одному над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями. Из-за атаки беспилотников аэропорты Волгограда и Астрахани даже пришлось временно закрыть. Там вводился план «Ковер». Боевики Хизбаллы выпустили более ста ракет с территории Ливана по северу Израиля. Ввой сирен воздушной тревоги звучал всю ночь, а жители укрывались в бомбоубежищах. По данным ЦАХАЛ, большинство ракет удалось перехватить. Из-за обстрела произошло ДТП. В аварии погиб 17-летний подросток. Еще три человека ранены в результате атаки. Повреждены здания. Хизбалла заявила, что ракетный удар был актом возмездия после подрыва пейджеров и раций в Ливане. Вероятными целями атаки и группировки была авиабаза «Ромат Давид» и порт «Хайфы». В ответ армия обороны Израиля наносит удары по целям в Ливане. Израильская авиация проводит самую интенсивную бомбардировку за почти год войны на юге Ливана. В американском Бирмингеме, крупнейшем городе штата Алабама, произошла массовая стрельба. Четыре человека погибли, десятки ранены. Полиция расследует инцидент. Мотивы нападавших неизвестны. В центре Москвы прохожие спасли собаку, упавшую в реку. Во время прогулки по Крымской набережной питомец сорвался с поводка и упал в воду. Неравнодушные прохожие бросились на помощь. Почти час мужчины пытались поднять собаку с помощью ведра и веревки. Не найдя другого способа, один из смельчаков сам спустился по веревке и поднял дрожащую от страха собаку. К счастью, все закончилось благополучно. Песика передали хозяйке. И это все новости к этому часу. Поставьте лайк этому выпуску и подписывайтесь на наш канал. А еще подписывайтесь на нас в Телеграме. Там мы тоже публикуем наши выпуски, в том числе и в формате аудио, чтобы вам было удобней. С вами был Тенгис Адамия. Берегите себя и своих питомцев. Продолжение следует...